Это не безумный ученый, это человек, который посмотрел 7 лет уже 10 карт и посмотрит еще несколько. Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. С вами MailStorm, который вживую делает разбор на Твиче, ссылка под описанием видео. А в данный момент вы смотрите запись разбора игры IG и G. Это серия встреч с сингапурского мейджора. Мы начали первую часть с их встречи в Венерах, посмотрели, что там не получилось с IG, поняли, что они делали не так. Дальше было 2 встречи в гранд-финале и вот третья встреча, в которой им нужно во что бы то ни стало камбэкать, как-то подбирать ключики. Кратко о том, что не получилось у Invictus Gaming в Венерах и в гранд-финале. Первая карта, на мой взгляд, очень плохо пикнули Алхимик, Воид Спирит, Вивер. Непонятно, кому было отдавать Аганим, отдали Воид Спириту, но его закрывали. Плюс Тайд Пангалер очень здорово подошли против саппортов команды Invictus Gaming. Во второй игре поражением стала причина, отпустили Алхимика и не дали ему. Вот держим все это в голове, вот у IG сейчас это все в голове, все то, что у нас. Дали Алхимику слишком много зафармить, не смогли ЕГЭ задушить. То есть, IG нельзя играть в какую-то вот такую вот игру, когда они не выбирают неверную стратегию, ну, как бы капитан. Им нельзя давать ЕГЭ сноубольный какой-то драфт. При этом они уже попробовали сыграть очень жадным драфтом и тоже не получилось, потому что, ну, просто пережадничали. Нужно соблюсти какой-то баланс, то есть, чтобы был не два отфармленных героя, а один отфармленный герой. То есть, вот один отфармленный герой, который будет аккумулировать в себе всю силу, и он реально сможет перевернуть ситуацию. И при этом ему хватит темпа, это очень важно. И во второй игре опять Алхимик и этот герой не воет. Вот, вот, собственно, вот эти все выводы. То есть, вы с воидом попробовали, с воидом не получилось, нужно что-то другое. Давайте смотреть за драфтами этой игры. Сразу же баны. Смотрите, Бистмастер. Наконец-то IG дошли до того, что Бистмастер слишком много делал в этой серии. Это действительно отличный бан. И Тасик. Ну, Тасик, ну, хорошо, пусть будет Тасик. На мой взгляд, и Земеля был силен. Очень и очень. Все-таки решили его отдать, судя по всему. Забирают Феникса, с которым они играли. Феникс это интересный выбор. На первый пик. Ну, почему бы и нет. Ответ. Уже совсем обнаглевшие ЕГ забирают Шторма первым пиком. Они брали Шторма четвертым пиком. Потом они брали Шторма вторым пиком. К третьей игре они решили, что мы возьмем Шторма первым пиком. И получают себе сразу. То есть, если бы они хотя бы взяли Шторма вторым пиком, то IG вы точно не знали. Но IG уже, видя этого Шторма, забирают Никса. И Никс это шикарный выбор против Шторма Спирита. Стоит ли об этом говорить. Но это как бы на бумаге. Как получится в игре, непонятно. Появляется у нас в бане Тимбер. Тайт Хантера мы баним. Тайт Хантер нам не нравится. Бан отправляется Лансер. Намекая на какой-то пик морфа возможный. И появляется от ЕГе Кристал Мейден. Вот это вообще непонятно. То есть, это нехорошие герои против Никса. Воид Спирит. Абсолютно логичный выбор. Появляется также Ликантроп. Ликантроп это, в принципе, неплохой герой. Но вопрос в реализации. И вот здесь всегда важно, чтобы соперник не мог на него ответить. Инвиктус Гейминг же отвечают одним из лучших героев. Андерлорд, который останавливает Некров. Который останавливает Ликана. Который может даже и Шторма Юр Спирита подцепить. Это великолепный выбор. Как бы он не сыграл, на данный момент драфт IG выглядит шикарно. Как и во второй карте. Осталось только не заруинить с ласт пиком. Банится Сикер. Как бы, который будет как-то мешать их карри. Банится Нага Сирена, чтобы не засплитфушили. Бан Виномансера. Намекая на какого-то потенциального Урсача. Но банится Террор Блейд. И IG решают, что в этот раз они попробуют сыграть. Со Свеном. Это тоже необычный выбор. У Свена, по-моему, чуть ли не один пик за турнир. Давайте я сейчас даже вот уточню. Я, кстати, это не сделал до. Но, ладно, сделаем после. Сколько раз за турнир был пикнут Свен? Вот просто посмотрим. Сингапур Мейджор. Сингапур Мейджор. Свен был пикнут три раза. Но, сдается мне, это с учетом групповой стадии. И, кстати говоря, у него при этом... Две победы, да, получается? Ну, то есть это суперредкий гость. Это очень редкий гость. И нужно понимать, что IG были, ну, уже в отчаянии в таком. Они с одной стороны. С другой стороны, они действовали правильно. Они не пытались повторить то, чем не получается играть. Ну, драфт ЕГ, конечно, тоже. ЕГ тоже меняют свой драфт. Но, правда, их драфт почему-то меняется в худшую сторону. Уже во второй карте он выглядел так себе. И появляется Разор. Разор очень плохой герой против Никса. И нужно понимать, что здесь Разор взял только для того, чтобы закрыть Свена. Ну, и, в принципе, Разором ЕГ поигрывали. Поэтому, типа, нормально. Правиху после, ребят. Правиху после разбора. У нас очень длинный разбор. Либо, может быть, где-то в паузе. Непонятно, для чего ЦМ. Никс великолепно заходит против всего. Отличный андерлорд. Свен против Разора. Здесь все достаточно просто. Да, еще одно важное замечание. Что на этот раз Феникс пятерка. Если до этого Феникс был четвертой позицией, то теперь он пятеркой. И во всех оставшихся играх Феникс будет пятеркой, если я правильно помню. Это тоже перестановка, которая на самом деле кажется, что она там не так сильно решает. Но на самом деле она очень сильно решает. Потому что когда какая играет на Фениксе, это одно. А когда какая играет на каком-то герое-цепляторе-инициаторе, это совершенно другое. Но это не помогло им в винарах, когда какая играл на Леоне и круто играл. Ну давайте смотреть. Давайте смотреть, что из этого получится. Вот здесь я могу сказать, что в принципе, вы знаете, иногда тяжело абстрагироваться от того, что ты видел уже игры. И как бы ты рассудил, если бы ты не знал результат. Я эту игру смотрел, сидя в кафе с человеком, который вообще в доту совсем не играет, не понимает. И так вот объяснял. И нужно уже было разъезжаться, было много дел. И я говорю, ну ща китайцы проиграют и поедем. И мы вот сидели, сидели. Я говорю, ну что-то китайцы долго проигрывают, долго проигрывают, долго проигрывают. Ну знаете, чем все это закончилось. Короче говоря, Свен. Свен это герой, который реально может один убить всех, если все встанут в кучу. Как бы давайте держать это в голове. Плюс ко всему, Разор его контрит только до появления лотосорба на ком-то. Потому что если Свен уже под лотосом бегает, ты уже из него урон не высасываешь. И неважно, что ты там на него кинешь, лотосорба все равно будет висеть. Ну и самое главное. В какой-то момент, когда Свен добирается до своего 25-го, когда Свен там приобретает кучу айтемов, Разор в принципе не может из него высосать урон. То есть он накидывает на него высасывалку, а Свен все равно слишком много депоса делает. Вот в чем проблема Разора в долгой и затяжной игре. Поэтому единственный шанс Civil Genius здесь давить. Давить. Что это, ну, как бы... Если у Свена 800 урона, то что там Разор в течение первых 5 секунд сделает минус 200, это никому не интересно. Потому что в течение первых полутора секунд никого в живых уже не будет. Вот. Давайте смотреть, что я здесь записал. На самом деле, я первый момент записал аж на 10-14. То есть фактически... Ну, может быть, я уже устал смотреть настолько внимательно. Как А забирает ФБ на Артизе. Это... Каждый фраг IG, он здесь важен. Потому что им нужно подбиваться от Сноубола. Но вы сами понимаете, что важнее Крипстата. Тем более Артизи вот камбэкает на линии. Что важнее Нетворс. Сам вообще по себе показатель. Смотрите. У Свена шикарное начало. Пока что. Констатируем факт. В миде Эмма неплохо начинает с Аббедом. Да. Тут подключается Крит. Эмма еле живой уходит. Ну, как я и говорил, во всех играх до этого, и в этой тоже, никто не провалился на лейнинге. То, что Войт плохо отставил линию, это скорее просто герой очень неудачный был. Но вот индивидуально никто на линии не провалился в этом гранд-финале. Что большая редкость. Это значит, что вот реально все 10 игроков показали себя максимально крутыми. Ну, а что говорить, если они уже в гранд-финал вышли. Понятно, что там только крутые игроки. Но всякое бывает. Тут почти поймали Аббеда. КК очень агрессивен, очень активен. Наверное, уже на Нетворсе переключимся. Тут баунти-рунки подбирают. Нетворс Свена в топе. Это самое важное, чтобы Свен имел много айтемов. Потому что именно Свен здесь будет всех убивать. Все остальные герои это подтанцовка. Это кардебалет. Свен это сила. Поэтому Свену хотят помешать здесь как-то поотфармить. Влетают на него. Ну, что-то как-то не влетается, да. В итоге здесь чудом успевает штурму идти от ремнанта. Джей Ти фармит. У Розора все неплохо. Но, конечно, не настолько круто, как у Свена. 10-14 первый момент. Мотаем на 10-14. Ну, игра была долгая. Поэтому неудивительно. Да, и напряженные. Айджи уже не хотят проигрывать. Ух ты, забирают здесь земелью. Ну, как видите, по Нетворсам, вот, не во фрагах счастье. Потому что 0-0-0 у Свена, но у него 4-400. Они, наконец-то, наверное, в первый раз за 5 карт, это 5-ая, у Флай Флая такой герой, который реально много фармит. И который здесь может что-то сделать. В отличие от Наги. Нага тоже могла, но проблема была Наги в том, что там был еще и Морф, который тоже хотел много фармить. Здесь же такого Морфа нет. Здесь все остальные герои совсем не такие жадные. Войд Спирит, это герой, который... Ну, классический мидер, скажем так. Собирают Флая. Так, и вот здесь будет... Вот просто посмотрите на уровень этих игроков. Ладно. Не на этом моменте. Смотрите, летит Стан. Абит его. Иллюзии диспелят. Но, правда, все равно погибает. Артизи решает, что постануть в Плазма Филд Подникса это хорошая идея. Это плохая идея, ребят. Плазма Филд Подникса дает тебе Стан. В итоге забирают здесь... Очень хорошо разбираются. Самое главное, Флай Флай во всем этом участвует. И Флай Флай продолжает отрываться. И все идет так, что... Ну, знаете, вот смотря эту игру, думаешь... Ну да, ну да. Ну вот IG, вот все у них хорошо, да. Но в предыдущих играх было так много раз. И потом они заливали. Да, кстати, здесь стаки. Не забываем стакать. К слову, эти команды даже там на сороковой минуте стакают. Если видят, что никто не может забрать. Ну, короче, играют максимально надежно. Максимально эффективно. Максимально эффективно, надежно здесь. Причем. Эмма забирает Айсайсайс. Ну, Айсайсайс здесь начинает немного плавить на деконтропе. Потому что надо играть агрессивно. Он заходит во вражеский лес. Это, кстати, правильно. Потому что он хотя бы по вражеским лесам носится. Там что-то развлекает оппонента. Следующий момент стаки мы посмотрели. 13.50 важнейший килл, написано. Потому что... Потому что, скорее всего, убьют Свена. А вот он тут подпушивает. Да, его спалили. И сразу же Крит. Ну, Крит просто батюшка. И плюс ко всему у Абидарка Труна. С Аркан Руной очень тяжело уйти. Важнейший килл действительно. Потому что это хоть немножко тормозит Свена. Смотрите, у Свена уже 7500. Да, и Айс-Айс-Айс опять идет в вражеский лес. Его только что там убивали. Но, опять же, это правильно. Потому что... Во-первых, сейчас команда соперника внизу. Во-вторых, Ликан должен доминировать. Должен пушить. У него вот третий Некра появились. Он должен напрягать. Он не должен фармить свой лес. В своем лесу он Артизи фармит. Это гораздо правильнее. Но обратная сторона медали это вот такие вот фраги. К сожалению. И под фитникрачами. Тут ничего не поделать. В идеале, конечно, этого быть не должно. Но он же не против ботов играет сложных. А против Invictus Gaming все-таки. Он-то еще не знает, кто это такие. Ну и следующий момент сейчас у нас будет. Вот, да, все. Кажется, вот вы смотрите и все. И понимаете, кто не смотрел, все такие. Ну понятно, все ясно, как IG камбэкнули. Все у них хорошо. Ну, наконец-то они собрались. Подержите мою... Что-то там. Нападаем на крита. Становимся максимально кучно. Чтобы Аббит с Арканруной залетел. По всем нанес урон. Ликантроп прибежал. Андерлорда успевают сгрызть. Уже погиб Никс. Следом погибает Войт Спирит. Я, кстати, с этого момента, по-моему, начал игру смотреть. Ну вот, по большому счету. После этого взлетают на Феникса. Минус Супернова. И Аббит под Арканруной еще успевает зацепить Свена. Свен также погибает. Минус 5. И все. И тут мы понимаем, что ничего никакой это не камбэк. В серии, что ЕГ опять задушили. Арканруна на Аббите. Инвиктус Гейминг уже не имеет права на ошибку. И все у них становится очень печально. Потому что после таких минус 5, естественно, соперник не только вернулся в игру, но и со своим активным драфтом получает все шансы. Получает все шансы на камбэк. Ну, на то, чтобы тебя задавить. Начинаются темные времена. Так у меня и написано в моем гайде по этой серии. Сейчас мы посмотрим, что это значит. Темные времена. Ну, в принципе, скорее всего, это значит то, что их будут месить по всей карте. Ничего не смогут сделать. Рошан. А, вот что это значит. Это два Рошана. Заходят на Рошана, байтят. После чего Артизи уже с БКБ, поэтому Никс ему не страшен. Забирают одного. Здесь ставится Супернова. Супернова удается. Разломать. Кстати, по-моему, если бы Феникс ударился Озим, то он очутился бы на фонтане, потому что Андерлорд его увозил. Но этого не произошло. В итоге Лекан разменен на двух героев. Ну, естественно, ЕГ не нагляют. Понимаю, что никакого преимущества на деле у них нет. Но, тем не менее, стараются играть агрессивно. Понимаю, что затягивать в лейт тоже не нужно. Еще раз заходим на Рошана. Крит опять срывается с цепи. Уничтожает первого героя. Видит второго. Дает ему сайл. Закатывает. И еще один минус. Просто феноменальная, божественная игра от Крита. И в этот момент казалось, что все. Это земель, который выигрывает турнир. И я говорил, что его нужно забанить было. Очевидно, его нужно было забанить. Потому что, действительно, земель слишком много импакта делает. Ни один другой герой в руках Крита, да и вообще в руках любого другого человека, не смогли сделать вот такую вот хурму. Штуку-дрюку. Которую только что провернул Крит. Забирается Аегис. Ну, после чего идет Эмма куда-то уже бежит. Куда-то бежит, умирает. Артизи просто один входит в четверых. Трех героев андерлорду возит. Феникс улетает на ТП. Уже чувствуется, что какая-то безысходность. Смоук нажимается. Но тут же попадают под скан этим смоком. И никуда не могут выйти на Виктус Гейминг. Опять ничего не получается. Правда, единственное, знаете, вот я всю игру смотрел и думал, ну ладно, вот я закрою эту трансляцию, как только Свен спустится с первой строчки по фарму. Потому что это будет означать, что все. Но Свен продолжает держаться. Где-то благодаря вот таким вот штукам подарочным. Протопсона. Ну, суть в том, что конкретно вот в данной ситуации Грин был прям на каком-то кураже. Я не уверен, что он там в другой игре что-то подобное смог бы провернуть. И что еще раз такое получится. Ну, он прям очень круто все сделал. Реально просаливал. Свен все еще топ-1 по Нетфорсу. ЕГЭ стараются контролировать всю карту. Видят Аркан Руну. Никс успевает ее забрать. На самом деле Никс здесь отдается. Но непонятно, что хуже. Отдаться или отдать Аркан Руну Авиду. Поэтому я думаю, что Какас играл неплохо. И сразу же идет молниеносная атака. Подсасывают Артизи. Но идет атака Феникса. Феникса забирают. Андерлорд опять увозит своих. Да, в итоге Андерлорд еще очень неплохим такси отработал. То есть помимо того, что у него Питов Малес, Фаершторм. Которые очень сильно помогают. Он реально спасал в этой игре несколько раз. Уже. От Тим Вайпа. Уже как минимум два раза в такой момент был. Ну и собственно ждем, когда появится Рошан. Здесь Свен нажимает БКБ, который у него появился. Но Разор успевает повесить поводок. И видите, на такой стадии игры у Свена остается 280 урона. Что не так много. 125 из него высосали. Учитывая, что Свену здесь нужно прям все убивать. Этого не хватает. Но уже как бы цифра такая, что Разор что-то со своим статиклинком не то чтобы прям работает. Так, одну секунду. Меня там жалуются на рекламу. Надо бы ее вообще по-хорошему выключить. Я извиняюсь за небольшую паузу, тем, кто смотрит на Ютабе. Ютабе. Да. Да-да, потому что я ее не контролирую. Все, все, все. Возвращаемся, возвращаемся. Больше никаких отвлечений. Давайте смотреть дальше. ЕГЭ все контролирует. Преимущество уже 4000. Правда, Свен все еще топ-1 по Нетворсу. Все еще. Какие-то арты появляются. У КК что-то. Ну, все это... Мы понимаем, что ЕГЭ наращивают преимущество. Самое главное для них это следующий Рошан, конечно. СМОК. Никого не находят. Но забирают сами Тер-2 на верхней линии. На нижней линии, прошу прощения. Продолжают захватывать вражеский треугольник. Если гора не идет к Магомеду, то Магомед в горе. Или наоборот, как там было. Но суть в том, что если соперника не удается найти, то можно начать ломать ему базу. И он придет. Так и делают ЕГЭ. Они подпушивают линию. При этом очень аккуратненько вот так вот пропушивают. Вынуждают стянуться Андерлорда. Все остальные герои тоже потихонечку-потихонечку перетягиваются. Но особо ЕГЭ не настырничают. Потому что они понимают, что сейчас появится Рошан. Сейчас появится Рошан. А значит нужно сыграть аккуратно, надежно. Он может появиться прямо вот в эту секунду. Я не знаю, что произошло в этот момент. Честно, вот у меня ноль идей. Я пытался подумать, пересмотреть как-то. Но в других ситуациях Артур и вообще любой член его команда, если Рошан должен был заспауниться, они отходили и играли максимально аккуратно. Здесь он играет немножко ненадежно. И ему прилетает Атос. Ну, в принципе, ничего страшного. Атос это не страшно. Можно нажать БКБ и уйти. Однако, он получает подкоп с Никс Ассасина, который выходит из Вендетта. Не успевает среагировать. После чего, вот этот вот молодой человек, вот этот вот, не могу на него, а вот он, вот этот вот, который всю игру получает Статик Линк от Разора, у которого все еще Топ Нетворс, он думает, наверное, одну десятую секунды, и понимает, что да, это оно сейчас. Просто все жмут БКБ, все жмут все свои кнопки, стирают Артизи. Более того, у Абеда здесь есть БКБ, но его могли развести на это БКБ, если бы Андерлорд кастанул Питов Малис в Абеда. Андерлорд что-то как-то прицелился, но не туда. Ну и, видимо, понимал, что у Абеда БКБ. Кстати, у Крита тоже уже БКБ, это хороший выбор. Но в итоге отдают два фрага. Также Никса здесь спасают, забирают Некрачей Флай Флай. И на самом деле это могло изменить игру. Но на счастье, Evil Geniuses, Рошан появится только через минуту 10, и Артизи успеет выйти. Но это был первый звоночек, потому что здесь, вот сейчас вот просто, если Рошан был бы, они просто бы туда зашли, Рошана бы под ГДС как раз, заканчивающийся, доковыряли бы, и вряд ли бы этому смогли помешать Лекан без формы, ЦМка и Шторм один. Хоть Шторм из БКБ, но один в поле не воин. Но в итоге Рошан простил. Здесь очень крутая игра от Айс Айс Айса. Он волчком преследует Эмбер Спирита, и Эмбер Спирита, конечно же, Эмбер Спирит удается забрать, а потом еще и КК находят с помощью Некров, и забирают КК. И тут еще и Андерлорда перехватывает Артизи. То есть ЕГ все-таки приходят в себя, и такие, нет-нет-нет, все, додушиваем. Забирают трех героев, после чего видят байбек на Никсе, но этого мало, нужно, чтобы еще кто-то байбек. То есть аккуратно заходят, Артизи уже с пленком, Артизи дайвит дальше, не попадает под Карапасы, и все, все, понимают, что нужно уходить, потому что уже два байбека, это много. Однако Эмма ловит господина Шторма, Шторм нажимает БКБ, возвращается, пытается сгрызть Свена. Свен вынужден нажимать БКБ, отступать. То есть действует довольно рискованно, учитывая, что Рошан уже встал, на самом деле. Но, с другой стороны, они выбили БКБ из Свена, и Свену теперь будет сложно. После чего заходим на Рошана, получаем от него по голове, и уходим. Потому что соперник где-то рядом. Соперник IG, вот все игры, даже что IG проиграли, или выиграли, неважно. Заметьте, все игры, они не проигрывают в салат. У них могут быть проблемы по драфту, еще какие-то. Но вот если нужно идти на Рошана, то они хотя бы там вчетвером, и пятый где-то там опаздывая, без ТП побежит. Они держат руку на пульсе, они все контролируют. Они знают, что Рошан вот-вот появится, или уже появился. Да, они знают, что он появился. Они идут, не дают ЕГЭ его забрать. Пусть даже ЕГЭ потом его все равно заберут, но не сейчас. Правда, здесь странное решение. Идут на соперника, у которого, в общем-то, все есть. На хайграунд решают подняться. Еще и Войр Спирита врываются, у которого БКБ, и у Шторма, у которого БКБ. Просто земель разворачивает всех четверых игроков обратно. Артизи опять успевает посадить на поводок Свена. Свен убегает на Спайдер Лексах, но у Артизи тоже есть Спайдер Лекса. В итоге Свен телепортируется отсюда. Войр Спирита забирают 90 секунд без него. И Свену тоже забирают. Да, круто, только похвалил Айджи, но вот дальше им не следовало идти определенно. Ну и вот, собственно, ЕГЭ забирают Рошана. Здесь уже Айджи ничего не будут сделать, а ЕГЭ сыр забран. А, кстати говоря, почему все это произошло-то? Это же очень важно. А это все произошло потому, что команда Invictus Gaming разбила Смоук на Волчке. Не видим. Это опять полностью заслуга Айс Айс Айса. То есть именно только за счет того, что было все прожато на Волке, ЕГЭ вот так вот хорошо знали. Ну, Айс 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 действительно круто отыгрывает. Несмотря на все его загулы, он контролит карту. Он молодец. Работяга трудяга старается. В этой игре, я так скажу, что к нему вопросов не так много. Смерти какие-то есть, но импакта от него полезного очень много. Не зря записывал, да? А так бы и пропустил. Ну и вот как бы 33-20. Вот смотрите, вот в такой ситуации 9к перефарма. Артизи заходит с Айегисом, с БКБ, с Аганимом. Вместе с Абидом, с Сыром. Они начинают ломать. Все. Ну все. ЕГЭ забирают мажор. ЕГЭ победили в этой игре. Отбиться невозможно. Войд Спирита нет еще. Мид точно все. Аккуратно, аккуратно. Слишком сильно не рискуем. Фортификейшн еще. Упираются до последнего. Но 16 секунд без Войд Спирита. Бит оф Малес. Подкоп. Шторм залетает в Никса. Лотус. Карапасы. Больно разору, но уже забрали бараки. Шторм нажимает БКБ, врывается в Никса. Еще делает минус 1. Никса не будет очень долго. Он после байбека. Можно отойти, подождать откатов всего. Абсолютно спокойно. Вы, наверное, думаете, что ЕГЭ сейчас не дождутся откатов и пойдут вперед? Чего-то не так сделают. Но нет, они победили. Смиритесь. Это та реальность, в которой Evil Geniuses выиграли мейджор. Они побеждают. Все. 34-40. Идет еще одна атака. Ну все. Ну здесь уже точно. Опять статик линк до Лотуса. Лотус в Андерлорде он не успел. Минус БКБ на Свене. Опять Лоя Демо. Он ничего не успевает сделать. Его забирают. Андерлорд увозит сам себя. Артизи врывается на хайграунд. Крипов, правда, нет. Ну все. Уже. Вот теперь точно победа. Ну почти. Вот чуть-чуть остается. Тут, кстати говоря, вард стоит. Между прочим, этот вард мог бы порешать. На самом деле нет. Не в варде дело. Я объясню почему. Потому что вард мог там дать какой-то сигнал о том, что что-то начнется. Но сигнал дала другая вещь. Так, ну еще немножко поддушиваем. Поддушиваем соперника. Так, все. Запушили здесь. Запушили там. И вот оно. Вот оно. Итак. Свен попадает под стати клин. Что сделает андерлорд? Вот вообще, вот просто, даже если, неважно в какой ситуации вы находитесь, за проигрывающую команду, за выигрывающую команду. Что сделает андерлорд, увидев стати клин на своем Свене? Он кинет лотус. Неважно, что это уже поздно. Человек машинально это сделает в расчете на то, что, а может быть, стати клин еще не работает. Но нет. Более того, Свена ведь могут чем-то еще там начать фокусить. Он делал это миллион раз до этого. И сделает это сейчас в том числе. Это понятно. В любом случае, Даже если бы лотуса не было, аббит обязан был, он просто обязан был сжать БКБ. Но что в итоге получается? Хорошо, что у Свена еще аганима нет. Летит аббит. Лотус появляется на Свене. Именно для этого андерлорд и кидал на него лотус. Потому что хреново знает, как там сложится, что кто нажмет. В конце концов, лишним не будет. Кидать больше не на кого. Аббит залетает. Попадает в Питов Малис, из которого он легко может выйти. Но он дает вортекс в лотус. И он притягивает сам себя. Имея дабл дэмэдж в бутылке. Естественно, все это видят. Поэтому тут же идет подкоп. Господин Артизи не жмет БКБ. Но у него аегис. Непонятно, стоит ли ему жать БКБ в этот момент или нет. Свен нажимает БКБ. И вот смотрите то, о чем мы говорили до этого. 118 урона Разор высосал из Свена на данный момент. И при этом у Свена все равно порядка 400. Даже больше 400 урона. Ему хватает на то, чтобы разобраться сначала со Штормом. А затем с Разором, который зачем-то нажал БКБ. Потому что БКБ, конечно, это... Нужно было жать сразу от подкопа Никса. Либо не жать вообще. В итоге Свен 174 урона потерял. Но у него все равно очень много. Дальше. Аегис выбит. Феникс, понимая, что сейчас герой рестнется. И что его нужно как-то будет подзадержать. И что уже драка выиграно. Нужно просто на верочку все сделать. Он вешает Супернову. Что в этот момент произошло в голове Айсай Сайса? Я не знаю, в команде. Я не представляю. Просто смыть на Айсай Сайса. Так. Он идет. Он жмет БКБ. И он идет под эту Супернову. Он реально врывается. Более того, сюда же врывается Крит. Он не жмет БКБ. Но даже если бы он нажал БКБ, Супернова вот-вот взорвется. И в итоге они оказываются в момент взрыва Суперновы встанем втроем под зоной действия поражения Свена. Так что он Кливом бьет по всем. Он месит всех. Им бы ни за что в жизни не хватило урона с аутфармом в 13к. Даже после того, как они шторма забрали. Для того, чтобы убить всех этих героев. Но из-за того, что все герои стали максимально кучно. Свена еще кто-то форстафнул. Это Флай был или кто? Да, Флай даже Свена форстафнул. Потому что увидел этот бред, который творит его команда. Но Свен-то все равно вернулся. И еще все стоят под Санреем. И под Резонант Пульсом. Пытается Флай. Но Флай тоже стоит вместе со всеми в кучу. Получает подкоп. Нет, вернее ему дают Юл. Подкоп дают Разору. Разору погибает. Айсай Сайс в БКБ продолжает драться. Но БКБ заканчивается. Он надеется сделать телепорт. И, кстати говоря, Айсай Сайс в итоге и улетает. Айсай Сайс гений получается. Я тут на него зря машнил. Он все реально круто просчитал. То есть получается он нажал БКБ. Зашел под Супер Нову. Выдержал весь урон и улетел. Но, к сожалению, вместе с ним вошла вся его команда. Глядя на то, что происходит. И здесь вот земелья немножко не хватает урона, чтобы добить. Ну, хотя бы еще Никса. Да, это... Ну, это смотрится максимально странно. Несмотря на то, что Айсай Сайс выжил, все равно нажать БКБ и зайти под Супер Нову это какое-то легендарное решение. Учитывая, что Свен будет всех вас там вместе месить. Вот такой вот момент. И вот здесь вот уже видно, что Айджи могут. Ты смотришь, как бы все равно разрыв-то достаточно большой. Вроде в пользу Эвилджиниуса. Но с другой стороны, посмотрите на Свена. И еще один важный момент. Если бы ЕГЭ провели сейчас удачную атаку, Абит бы нажал свой БКБ, они бы зашли, нормально подрались. Возможно, игра бы закончилась. Или же она перешла в стадию, где Айджи бы там толком в лес не вышли. Но из-за того, что Айджи выиграли драку, еще сократили отставание, они вышли в лес, и они выбили Минотавр Горн. Запомните этот Минотавр Горн. Ой, что у нас там следующее? Какой хайлайт? 40. Ага. 39.51. Ну, здесь уже ЕГЭ, которые привыкли доминировать по ходу всех серий, которые привыкли, что на данном этапе игры вся карта принадлежит им, начинают, конечно, немножко загуливать. Например, вот... Ну, это такое минорное, это, я бы даже сказал, натянутое. Но вот я считаю, что передвигаться вот по этой части речки во все времена было максимально опасно. Потому что ты находишься в лоу-граунде, на тебя можно напасть с любой стороны. И прямо... И у тебя еще могут запереть с двух сторон. Нападение на Артура. Но он уйдет отсюда. Ну, это просто так. К тому, что уже не получается так легко нападать и убивать. И вроде бы, опять же, перефарм уже 7-ка, но все еще в пользу ЕГЭ. Но Свен-то, посмотрите, у Свена очень много. И Свен сейчас будет делать свифблинг. Очень красивый дарк рифт. Смотрите, они летят вниз. Туда прибегает Айс-Айс-Айс. Но Айс-Айс-Айс... Успевает нажать БКБ и улететь отсюда. Но момент в целом прикольный. Замутили. К сожалению, не получилось ничего. Было бы очень красиво. То есть ситуация у Айжи стала значительно лучше. А самое главное, перспективы в лейте у них тоже лучше. Следующий момент на 42 с небольшим будет. Не помню, что это такое. Сейчас вместе с вами посмотрим. А, это Разор успевает прыгнуть, повесить на... На Свена статиклинг, но не нажимает БКБ. Там оказывается Никс, который жмет Вендетта. В итоге Разор статиклинг отконнекчивается. Шторм залетает, но урона не хватает. Ставится Супернова. Забирают Никса. Забирают... Феникса. Я хотел показать вам в этот момент вместе, что делает Войт Спирит. Войт Спирит, который находится не в драке, она внезапно начинается. Он сразу нажимает ТП, он летит. И вот здесь, я не знаю, это так получилось. Или он реально прочитал, вот что будет происходить. Войт Спирит сразу бежит. Не вот сюда в драку, а вниз. Свен, у него заканчивается БКБ, на него нападает Шторм. Ему... Вот сейчас ему должны были повесить магнета из Сайланс. И он должен был все равно умереть. Но вместо этого он жмет Минотавр Горн. Он дает стан в Абидо. И ему, ну по идее, ему не хватит урона. И видно даже, что ему не хватит урона. Но посмотрите, что делает Эмма. Просто два астрал степа, резонант пульс, бах-бах-бах. И моментально разлетается в итоге Шторм Спирит. Да, это... Это был лишний дайв от Абидо. Сказать, что это прям супер ошибка, я не могу, потому что ему немножко не хватило СВНа забрать. Но тем не менее. И не будь, опять же, Минотавр Горн. Не будем забывать, что Минотавр Горн еще 20 ксили дает. Это еще плюс хп-шка. И как раз для СВНа это идеальный артефакт. Получается, что выбили два байбэка, забрали трех героев. Но отдали Шторма и Эр Спирита. Хотя в целом, вроде как, кажется, что драку выиграли ЕГЭ. Но инициатива осталась за IG. И опять те же 8000 после байбэка земель. И, кстати, нафига он байбэкнулся, я не понял. Ну, для СВНа Минотавр очень хороший. Потому что это и сила, и урон, и хп, и еще и возможность магический иммунитет завязать, который ему так сильно нужен. Блин, что-то какое-то у меня гигантская третья часть получится, учитывая, что нам еще две игры смотреть. Не знаю, кто будет смотреть это на Ютубе. Ну да ладно, может быть, больше таких длинных не буду делать, но в этот раз... Линка появляется, и все, и теперь уже СВНу непонятно, что с ним делать, как с ним быть. Ну и, собственно, на 47-й минуте... Вот сейчас вы просто вдумайтесь. Я, конечно, мог ошибиться. Да, тут начинается драка. Опять залетает все в лотусы. Но СВНу уже не остановить. Он с легкостью уничтожает Шторва. Кстати, который опять не нажимает БКБ. По какой-то причине. У Абеда перестали жаться кнопки. Да, он шел-шел-шел, но получил ремнант, потом получил... Скорую! Скорую! Врача! Здарова, Майел. После игры чекни видос, плиз. Он про доту длится 3 минуты. Ты обещал в телеге. Ну, я не обещал, но хорошо, ладно. Главное не забыть. Собственно, опять у Абеда не жмутся кнопки. Здесь еще... Его захексили. У Войт Спирита появился хекс. Изначально его хексанули. И потом у него был момент нажать, но он попался на ремнант. Опять погибают Штормы Эр Спирит. На этот раз у Эр Спирита уже байбека нет. И, по-моему, это вот момент первый за все серии вообще. За все карты, точнее. IG забирают Рошана. Потому что до этого всех Рошанов забирали Evil Geniuses. А если Айс Айс пытается там что-то отпушить, что-то пропушить, ничего не получается. Да, тут вот еще хороший момент. Очередная отличная игра от КК. На Карапаса ловят Артизи. Так непонятно, наверное. Ловят на Карапаса. Моментально все залетает в Артизи. Артизи минус. Ставится защитная Супернова, чтобы никто тут ничего не залез, не сделал. Забирают еще одного. Ну, в принципе, здесь уже идет добивание. Потому что уже здесь попытались они закончить игру. Не получилось, поэтому пришлось отойти. А Мэма где-то рискится под фонтаном. А если Айс Айс пытается что-то засплитить, ничего не получается. Имея достаточно много времени до следующего Рошана и Аегис на Войт Спирите, идут по последней стороне. Залетают опять Хексы. Ну, тут уже просто перефарм огромный. Я думаю, что можно даже особо не показывать, что происходит. Опять Андерлорд всех увозит, кроме Войт Спирита. Войт Спириту выбивают Аегис, но все успевают вернуться на Алан Кост. И еще одна драка. И все мы приближаемся к тому самому легендарному моменту. Потому что 55 минут. Очередная попытка напасть. У Штарошана еще есть время до следующего. Забирают у нас практически Разора. Он выживает с трудом, а Айс 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 не выживает. Никс сидит все это время за комнатой. Ну и, собственно, тут вот Эмма ставит вопросик. И ГГ пишет ЕГЭ. Вот такая вот игра получилась. То есть, наконец-то, они смогли найти тот самый Лас Пик, который они хотели найти. И у них это получилось. Я не стал досматривать 3 секунды Аегис. Но я думаю, что это уже было не так важно. Они бы могли забрать Войт Спирита, но на деле тут уже все было понятно. Наконец-то Ласт Пик получился хороший. Флай Флай 10-2-10, а не 0-9-0. И вот они графики. Посмотрите, насколько круто шел Сван по Нетворцу всю игру. Он всю игру шел топ-1. Наконец-то у них получилось это сделать. Ну и, конечно, мы видели, вот насколько Дота, да, на таком уровне уже сложная игра. То есть, что ЕГЭ допустили пару ошибок всего-навсего. И чего им этого стоило. Давайте сразу к следующей игре я перейду, пока она будет грузиться. Потому что у нас, иначе разбор за третьей часть слишком, слишком много времени займет. Видос после. Видос после этого. После разбора. Ой. Вот, на этот раз IG поняли, что все-таки нужно забанить Орст Спирита. И Бестмастера. И, на мой взгляд, они нашли два оптимальных бана. Опять Феникс. На этот раз Леончика решают взять, потому что Шторма они не видят. Но Шторм все-таки появляется. Ну, точнее, не Леончика, потому что Шторма они не видят, а просто решают взять Леончика. Он более метовый. Опять же, если бы увидели Шторма, можно было еще раз попытаться сыграть. Но зачем, если есть Леон? Тем более Леоны против Панга. Если Леон атакует, он хорош. Если Панга атакует, я уже говорил, что происходит. Тут вопрос, кто, за кем будет инициатива. Тайтхантер, Джаггер. Вуид Спирита на этот раз забанили Эквапу, поэтому пришлось Эмме играть на новом герое. Алхимик также в бан. Это вот, чтобы темп не взяли. Смотрите, как к этой игре круто подошли. Они забанили и Бестмастера, и Эр Спирита. Это два оптимальных бана, как мне кажется, против ЕГЭ. Плюс Тайтхантер, с которым они не хотели играть. Плюс Алхимика, против которого не получалось играть. Да, дали ДП. Возможно, это ошибка. Возможно, ДП не стоило отдавать. Но, ЕГЭ, на мой взгляд, забыли то, о чем они помнили все это время. Сначала Эмбер Спирит. Для того, чтобы взять себе Мидера. Здесь появляется... Энчантрос. Драфты реально с каждой игрой все более сомнительные. Забыли ЕГЭ, что они банили во второй стадии. Я не знаю, зачем они забанили Вивера. Но, да, очевидно, что... Мне кажется, то ли подзабыли, то ли решили, что не возьмут. Но Айджит сразу же берут этого тролля. Банят Разора, и все. Разора это хорошие герои против тролля. Но теперь Разора нет. Что делать против тролля, непонятно. И Макака забанена. Марс Тимбер. В итоге на ласт пик добирается Сикер, который великолепен против Пангольера. Посмотрите, какой драфт. Сикер против Пангольера. Инчи против ДП неплох. Шторма может. Шторма может Леон. Феникс под Тимфайт за хилл. Эмбер Спирит мобильный. Ловить его здесь, кроме Шторма, ну, сложновато, скажем так. Есть Саунс у ДП, есть Саунс у Шторма, есть Панголер. Но не сказать, что это прям вот супер надежный контроль. Если особенно Эмбер Спирит покупает себе Юл, или если он собирает БКБ вообще. Самое главное, на тролля ответить нечем. Сикер залетает великолепно. И Фантомка. Фантомка это очень слабый пик, потому что Фантомка, она на линии слабее, чем тролль. И она по игре тоже слабее, чем тролль. Ей нужно прям собрать, не знаю, опередить его, собрать себе 6 слотов для того, чтобы тролля убивать с крита. Как говорится, Фантомка килл любого. Но здесь Фантомка, очевидно, вариант, который отдаёт всю инициативу. Виспа не банили, да, потому что у IG нет Кэри Виспа. Они не играли Кэри Виспом. И, возможно, Кэри Висп не так силён, как его малюют. А, возможно, просто... Ну, эта команда не играет. И ЕГЭ тоже решили не играть. Да, IG не банили Кэри Виспа. Быстро-быстро полетим по этой игре. Что я ещё не сказал по этой игре? Сразу можно на 9.20 мотнуть. Ну, здесь Энчантрас против Леона. Но, в принципе, Сикер нормально стоит. Просто... Просто стоит. Просто стоит. Заряжаются и у него стики. И ему норм. Тролль, естественно, отлично стоит. Банша и Пангольер. Это... Ну, тяжело придумать линию, которая тролля напряжёт. Пусть даже у него всего Феникс в суппортах. Но тролль всё равно это... Это такой лейнер, которому особо помощь не нужна. Забирают здесь Фантом Ассасин. Да. Очень плохое начало, учитывая, что Фантомке нужно взять темп относительно Пангольер тролля. Тем временем Флай-флай уничтожает ДП сверху. Ну, то, что на линиях проблем не было у Инвиктус Гейминг, это и понятно. Но другой вопрос, что в этот раз у ЕГЭ прям совсем какой-то странный драфт. В то время как у... Ай-Джи их козырной тролль. Сразу к Нетворсам переключимся. Забираю Толи. Здесь пытаются что-то сделать с троллем, но не так-то это просто. Хотя вот сейчас его хотя бы удалось отогнать. Но я так понимаю, его сейчас кто-то захилит. Курьер его захилит, видимо. Или что? Он просто на ЛОХП возвращается. Интересный молодой человек. Ну, в целом, не очень активная игра. Не так много фрагов у нас. Да, нападение. Здесь Сикеру удается убежать. Леону не удается убежать, но это перетяжка от Абита. От Абита просто так не убежишь. Здесь Эма хорошо играет. Какари филит ему боттл. Ну, то есть, все делается круто. Все передвижения. То есть, даже Умер, зарефилил боттл. Здесь контроль рун. С одной стороны Кентавр, с другой стороны Пангалиер подходит. Я даже эти вещи не озвучиваю. Хотя, наверное, надо бы. Потому что они крутые. Но просто это больше будет как комментирование игры. А у нас все-таки разбор ключевых каких-то моментов. Так, ну и, собственно, вот она поплава. Таких моментов от Абита в предыдущих сериях я не помню. В предыдущих играх, вернее. Что он просто зашел куда-то. Здесь были стаки. Он просто взял и умер. Что хотелось бы отметить, что в этой игре IG будут играть гораздо более агрессивно. Посмотрите, они нападают на мид. Здесь Крит вынужден укатываться, тратит ультимейт. Ну, Абит в них сам зашел, конечно. Они прям давят. Прям чувствуются. Даже если в прошлых играх все время ЕГЭ вот эту вышку штурмовали, то здесь прям IG. Вот опять выход. Уходит. Смотрите, как агрессивно играет Эмбер. Черт знает куда заходит. Он разводит на два ультимейта. Рискует, конечно, очень сильно, но... В итоге выживает. Минус два ультимейта. После чего сразу нажимают смок после этих двух ультимейтов. Идут сами, потому что... Потому что надо. Видят Пангольера. Пангольера не хотят. Идут дальше. Видят Фантомку. Ну, Фантомка нет, не видят, вернее. Понимали, что там Фантомка. Пробежали. Опять агрессия. В этот момент уже тролль нападает на мид. Инчандрас удается забрать. То есть чувствуется, да, разница между IG, которые были до этого. Они же практически, если вот включить первую серию верхней сетки, если посмотреть на первые карты здесь, они что-то пытались куда-то выходить, у них не получалось, они забивали. А тут они прям носятся по карте и реально дают жару. Как будто что-то произошло. А всего-навсего они выиграли одну карту. Всего-навсего. Раскатывают сикера. Цепляют баншу, но при этом не заигрываются. Понимают, что они слабее. И вот, 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 очень важный момент. Смотрите, у тролля 700, ну там, чуть меньше до БФа. У Фантомки чуть больше. Но тролль просто берет и убивает Абеда в соло. Это такая ошибка. И сразу же покупает себе БФ, прям в этот момент. И учитывая, что он уже впереди относительно Фантомки, а будет еще сильнее. Чувствуете, как поменялась игра, да? Уже первым номером-то нас играют другие ребятки. Продолжается тут какой-то экшен. Нападение, очень хорошее нападение. Забирают ДП. Причем, посмотрите, вот опять же. Нападение на ДП идет. Катится сики, катится пангольер. Но сикер, который взят специально против пангольера, вешает ему руптуру, и все, и пангольер не герой. Отличный драфт. Прям вот каждый герой подходит, выполняет свой урок. Ну и Леончик, конечно, который начинает до сих пор раскрываться. Стак ему сделать, правда, не удалось, но чувствует себя все более уверенно. Вот, уже с блинком. Вешается Супернова на защиту. Очень наглая атака. И удается забрать ДП после этого. При этом никого не теряют. Забрав ДП, решают, что, в принципе, можно пойти на Рошана. Но... Это рискованное затеяние. Вот IG поймали не просто Кураж, а им сорвало башню. Потому что они идут на Рошана. Рошана забирать здесь большой риск. И Гэ так рано на Рошана не шли. Но, в итоге, залетает Абит. С Абитом удается справиться. Леон получает первый стак. Ну а дальше будет тот самый хайлайт. Наверное, игра бы закончилась гораздо раньше, если бы не вот эта ситуация. Потому что Крит просто вкатывается в Рошпит. И Соло уничтожает тролля. Уничтожает Эмбера. Да, Эмбер в итоге чудом спасается. Фантомка забирает Аегис. Убивают еще и Сикера. Эмбер еле живой ушел. И Феникс тоже уходит. Ну, тем не менее, Аегис за Ивил Джинюсов. Да, минус инча. Ну, это такой же. Этот фраг мало что решает. Ну, минус два. Какие-то загульные игроки АйДжи. Здесь я подумал, что АйДжи опять у нас в далекое плавание решили отправиться. Но на самом деле все у них не так плохо. Потому что все еще то, что мы озвучили в начале. Слабость Фантомки относительно тролля. И сила остального пика, она все еще присутствует. Да, вот здесь очень крутой момент. На Варде поймали. И Пангальера с блинка закатывается. Леон, правда, успевает среагировать. Но Феникса удается забрать. И также удается забрать... Да, Бладсикера. Но! Но-но-но. После этого Аббит все. Аббит уже потерял... Аббит устал. Потому что он дайвит между тир-1 и тир-2. Его забирают с Фингера. Более того, Эмбер привязывает еще двоих. Да, у Фантомки есть Аегис. Но нет БКБ. Байбекается Бладсикер тут же. Аегис в этот момент тут же заканчивается. Поэтому Фантомке приходится улетать. Она чудно спасается. А вот ДП нет. И это, конечно, было лишнее. То есть они могли просто сделать один минус. Могли второй минус. Дальше он мог развернуться и уйти. Но уже человек устал. Все-таки играть на таком уровне. Не ошибаться вот в таких вот решениях очень сложно. Потому что где-то ты ворвался и сделал лишний фраг. Игру выиграл команде. А где-то ты ворвался и вот так вот в друине. Да, просто вот сравните, опять же, даже драфты первой и четвертой карты. Насколько сильно различается вообще все, что происходит и в игре, и в драфтах. ЕГ куда-то уплыли, укатились. А ИДЖи, наоборот, подобрали оптимальную комбинацию героев для себя и против соперника. Очередной фраг на ИНЩЕ. Опять Айсайсайс вынужден сжать. БКБ появляется у Фантонки. И теперь троллю нужно вот дожить до своего манки Кингбара. Вроде как. Хотя пока что он с этим делом не торопится. Пангольер. Очередная руктура на Пангольера. Он вынужден разворачиваться, но все равно катается и очень много их и потеряет. В итоге просто сам себя убивает с вэшбаклом. Очередной простейший килл для Сикера. Ну, тролль забирает фраг. И вот здесь... Давайте, скажите мне, что сейчас будет. Подсказка будет классическая... Классическая ситуация. Вопросик. Ладно, не буду долго мучить. Артизи не нажмет БКБ. Он... Только что я сказал, что он его купил. Ну, КК здесь очень быстро все делает. Не дает ему нажать. Абит пытается подсейвить своего тиммейта. Артизи жмет БКБ, но он уже и под суперновый, и под всем. И забирают ДТП, и всех остается только Абит. И Enchantress. Это ГГ, пишет GT, потому что это реально ГГ. После этого теряют МИД. Ну, и, собственно, последний хайлайт, который у меня записан в этой игре. Он будет на Рошане. Битва за Рошана. Посмотрите, как играет КК. КК, к слову, вообще разошелся. Это человек, в который я меньше всего верил. Потому что по трусайту, по тому, как он вообще играл в последнее время, он меня не впечатлял. Но он реально разошелся к этому финалу. Смотрите, он вот видит ДП на варде. И он просто понимает, что если он ворвется и попытается все идеально затаймить, он умрет. Поэтому он не пытается что-то там стакнуть. Он просто делает следующим образом. Он врывается, дает подкоп, сразу же фингер. И после этого Хекс. Смотрите, у Леона нет маны. Леон все свое раздал. Леона сейчас убивать смысла вообще нет. Ну, то есть, смысл есть, конечно, убивать его надо. Но штука в том, что в такой ситуации, когда Леон свой прокаст уже выдал, соперник тратит силы на то, чтобы забрать этого Леона, получается, что он как бы тратит силы в никуда. Потому что Леон без прокаста, без ничего. Без ничего. Если можно так сказать. А остальные-то герои заряжены. И вот и получается, что Леона стирают, он при этом тут же байбекается. А все остальные погибают. Дальше следует... Ну, все, это, в принципе, последний хайлайт. Дальше Артизи купит Рапиру. И попытается с ней что-то сделать. Потому что Фантомка с Рапирой килл любого. Но прям каких-то интересных переворотных моментов здесь уже не будет. Просто методичная осада. Падает домик за домиком. Остается ель живой барак в миде. Пытались тут снизу что-то придумать. Курьерами запутать. Так, Рапира уже появилась. Эмбер Спирит, кстати, взял Аганим. Я сейчас этот... Я сегодня офигел в очередной раз. Смотрите, радиус Эмбер Спирита. Ульта Эмбер Спирита. Вот он. И у него 5 зарядов. И он с рефрешером. То есть у него 10 зарядов потенциально. Потому что заряды обновляются. Так, Артизи уже с Рапирой. Да, вот он тут бегает, бегает, бегает. Нападение на ДП. Артизи не знает, что ему делать. То ли врываться, то ли нет. Потому что погибает еще и Пангольер. Эмбер Спирит рефрешит себе ПКБ и все заряды ультимейта. Просто забирают героев. Угодят. Да, ну и вот она последняя драка. Шартизи спалили. От Эмбер Спирита с таким радиусом ультимейта, естественно, уйти нереально. ПКБ не нажал перед телепортом. И его забирают. ГГ. Рапира потеряна. Драться больше смысла нет. В итоге Фантомка была довольно плохим пиком, как мне показалось. И Фантомка отыграла в этой игре 5-4. Ну, что для Кэри слабовато. Более того, Крит на своем Панголере сигнатурном не смог ничего сделать, потому что его закрыл Бладсикер. Ну, Эмма просто взял реванш 6-0-11. Ну и, конечно же, Тролль 9-1-10. Драфт в целом больше понравился у IG. И давайте сразу перейдем к последней карте. Фух. Так, тут понадобавляли новых этих. А где Мажор-то? Вот он. Такой драке сложно так ли он почекать. Можно только понять, что он без ульты. Так в смысле, он же ворвался, он все выдал. Здесь речь не о том, что это ЕГЭ ошиблись. Речь о том, что ЕГЭ... Ну, как бы они рефлекторно отреагировали. Это скорее КК круто сыграл. Ты просто врываешься, ты выдаешь весь прокаст, кучу урона, дизейблов. И при этом... Ну, не всегда так работает. Не всегда так стоит делать на Леоне. Я бы сказал, что Леону можно отступить, там дать еще станчик потом. Но он хорошо сделал. То, что на него потом все кинулись. А там про Феникса, про Тролля, про Эмбера думать некому. Опять тот же самый раздрафт. Обратите внимание. Виспа ЕГЭ банят в очередной раз. Хотя ИГ им особо не играли на кэре. И в итоге решают, что не Пангалер, а Тусик. У ИГ тот же самый драфт. Они нашли комбинацию успеха. Они верят в то, что Леон и Феникс все сделают. Здесь уже никаких Штормов. Уже никаких Штормов так рано. Сначала ДП. Опять Джаггер, опять Алхимик, опять Тайдхантер. Все те же самые баны, те же самые пики. Но на этот раз Тролль подбанен. Появляется Шторм. Опять в Леона. Появляется Войт Спирит, которого в этот раз забанить не смогли. И появляется Энигма. Энигма это, конечно, вопрос. То есть Энигма это сразу ты делаешь ставку на этого персонажа. Потому что это герой, который должен играть от Блэкхолла. Он не может быть настолько же полезен, как Бист, как Лекантроп со своими некрами. А Айсайсайс человек, который играл все шесть встреч до этого на Бисте и Лекантропе. О чем-то таком подобном. Там на Тимбере играл еще, правда, по-моему. Но суть в том, что максимально другой концепции герой. Забирается Марс. Ну, такой прочный герой. Неплохой. И дальше эксперименты продолжаются. Сикер Гира. Нага Сирена. ВК. И вот здесь неожиданный выбор. Спектра. Спектра это герой, который, безусловно, очень сильно будет мешать Энигме. Это очень сильный герой в лейте. И с точки зрения макро игры. Решили, что этот персонаж хорошо подойдет. ЕГЭ же ответили лайфстиллером. Вот здесь я не знаю, как сказать. Потому что раньше лайфстиллер считался контрой Спектре. Но с тех пор его переделали. И в этой игре, к сожалению, мы не сможем увидеть контрит ли он Спектру. Потому что, ну, я думаю, что один на один он до сих пор, если у них равный Нетворс, то он ее просто съедает без шансов. Она ничего не может ему сделать. Но она же не будет драться с лайфстиллером. Она же будет летать по другим героям. Но в целом, сразу тоже можно ответить, что игра не про Спектру и не про лайфстиллера. Так что они здесь постольку поскольку. Это интересный драфт. Безусловно, это лучше, чем, ух ты, типа Абеда. Как бы правильнее сказать. Не то, чтобы можно было взять все, что угодно. Просто ключевые действующие лица будут другие персонажи, игроки. Вот это я хотел сказать. Для начала линии. Лайфстиллер встает снизу. Ему будет помогать Банша, пятерка. Сверху Спектра против Энигмы. Ну, по идее, Таск и Энигмы должны как-то попытаться подприжать хотя бы немножко Спектру. Энигмы такой герой, который вроде поедает крипов и вроде должны быть меньше их у кори оппонента. Но на деле нифига подобного. Сразу промотаем немножко вперед, потому что опять очень равный лейнинг. Опять все молодцы, опять все красавчики. Спектра немножко отстает. Да, вот они... Ну, они должны так делать, потому что если Спектра с самого начала выйдет вперед, это будет плохо. Ну, и вот он First Blood. Тасик вместе со Штормом оформляют ФБ на Войк Спирите. Но я не думаю, что мораль Эммы можно было сломить уже после всех тех поражений, которые были. Ну, в принципе, забирают вот здесь Марса, Лайфстиллер. Сейчас еще и заберут Леона, по-моему. Нет, Леона не заберут. Но хорошее начало для ЭГЭ, посмотрите. 2460 Лайфстиллер. 2470 Шторм. Опережают. У Спектра вообще очень мало. Так вот, в принципе, смотришь и думаешь, да, да, все хорошо. Правда, здесь убивают Аббеда. Да, очень здорово подошел КК. Ладно, чтобы вы сконцентрировали свое внимание, сразу скажу, что КК в этой игре будет просто монстром. Вот он уже приходит, подкоп по двоих. Эмма тут же, астралстеп туда-обратно. Вылез минус Аббед. На этот раз Аббеду не удали сыграть. Круто. Помните, такой же момент был, когда он убил Леона, погнавшись за ним? С ДД. В этот раз Аббед переиграл и уничтожил. О, КК переиграл и уничтожил. КК в этой игре будет просто каким-то демоном. Хорошо, вот опять идут размены, размены, размены. КК все это надоело. Он пошел. Или полетел. Он полетел. Увидел, что здесь какой-то замес. Все, задушили. Вместе с Эмма. Отлично сыграли. Эмма тем временем собирает себе Некрачей. Он сначала захочет Некро-3 купить, но потом передумает и купит БКБ и Блинк. Сначала БКБ, потом Блинк. Поэтому машнить на Некро-3 здесь мы не будем. Тем временем Марса продолжают разминать. Тяжелая игра для Джей Ти. Вот такой замес. Один из стартовых, более-менее важных, что здесь произошло. Тут начинается нападение. Прилетает Артизи. Прилетает Крит. Заходит сюда Эмма. Хороший Астрал Степ. Забирают Саммонов. Вроде бы у Айсайсайса есть немножко ХП и Маны, но Блэкхолл не дает. Он вызывает Эдолонов. В итоге размен Леона на Энигму. Ну, в принципе, такой. Размен, где ничего не произошло. После этого еще Арена на Тасика. И Тасика еще забрали. КК продолжает бегать, душить. Смотрите, что где бы ему тут что сделать. Да, вот здесь, конечно, момент, который невозможно не отметить. Потому что я обычно говорю, что вот, фраги ничего не зарешали. Здесь фраги зарешали. Видят стаки, заходят на стаки. Ну и поплава какая-то лютейшая происходит с ЕГЭ. Потому что куда они тут ломанули? Что они захотели сделать? Вот Флай вроде неплохо накидывает Сайленс. Покатился Крит. Как бы сказал Марат Сафин, побежали как матросы. Потому что бегут. Просто натыкаются. Эмма проваливается в дырку. Джей Ти, в принципе, арену поставил. Копье щит дал. Учитывая его Нетворс, от него толку не так много. Пошел Фингер. Забирают Флая. Забирают Крита. Всех, причем Феникс, по-моему, разнес своим Санреем. Артизи пытается уйти, но Феникс ставит ему еще Супернову вдогонку. И Джей Ти, и Го-го. Копьем его прошивает. Сейчас файт-рекап глянем. Ну, Марс, кстати, нормально. 1200 урона. В итоге Марс всех разбил. Короче, куда-то побежали. Непонятно куда. Чего хотели добиться, тоже совершенно не ясно. Преимущества никакого не было, но ломанулись. Возможно, ждали Энигму, которая поставит Блэкхолл, но Энигма не добежала. Короче, я думаю, что это следствие их сверхагрессивной игры в первые минуты. Потому что, конечно, остановиться и не играть агрессивно очень сложно. Нажимается в смок. Идут забирать Абеда. У Абеда нет маны в этот раз. И слишком легкий фраг получается. Как-то вообще даже не ожидали такое ощущение, что все так легко получится без Фингера. Но Абед, да, здесь в очередной раз. Абед устает. Абед прям выдыхается. Если в начале 9-0 безукоризненная игра, то тут уже тут маны нет. Там чего-то еще нет. Да, давайте сразу на 14 перемотаем. Размены ультимейтами, сносятся вышки. И все это подводит нас к судьбоносному моменту, к атаке на Тир-1 Тауэр. Ой, ну потому что здесь произошло так называемое... Как это сказать? Знаете, как вот говорят, что... Как это? Сначала сверхновая образуется, да? А потом черная дыра. Правильно? С точки зрения астрофизики. Ну, короче, да. Здесь так и будет. Физика здесь ни при чем, но здесь так и будет. Нападение на НДП. Опять, заметьте, опять IG супер агрессивный. Опять они куда-то лезут. Ну и как бы сверхновая черная дыра. Блэкхолл в супернову. Для тех, кто не разбирается в доте, это не работает. Блэкхолл не засасывает супернову. То есть вечеринка реально. АСС говорит, не зовите меня на вечеринку, если она не будет выглядеть вот так. Тут происходит какая-то возня. АСС продолжает кастовать свой Блэкхолл в супернову в надежде на то, что, ну, хотя бы кто-нибудь Марс там в нее зайдет. Марс при этом так аккуратненько обходит своих, прям аккуратно, аккуратно, аккуратно оббегает. Естественно, ничего не происходит. Войт Спирита, правда, удается забрать. Здесь Тасик с ноуболом сэвится, но Энигма отдается. Собственно, если Энигма сразу бы начал убегать, возможно, такого бы не было. Шикарная арена закрывает трех героев. Джейти еще подождал-подождал, но успевает кинуть копье в Абидо. И Абидо заберут. КК разряжает фингер не в Абидо, а в карита. В итоге минус 4 в размен на Войт Спирита. Он просто думал поймать Спектру, но она убежала. Нет, Спектра там даже не было. В чем речь? Спектр вот где. Кого он там думал? Если он думал, что он поймает Спектру, у меня для него плохие новости. Он думает, что он поймает Войт Спирита. Или Леона там. Да не, нихрена не понятно, кого он думал. Потому что, ну, он должен понимать, что это иллюзия Хаунда. Скорее просто он, ну, не знаю. Плохо поражал Блэк Пол. С кем из нас такого не бывало? Блэк Холм зонит Марса, чтобы арену не поставил. Ну, кстати, да. Хорошая, хорошая мысль. Просто я-то знаю, что Марс потом поставит арену, которая будет еще лучше. Да, потому что получилось так, что в итоге Марс поставил арену, когда уже не было ни сноубола, ничего. И никаких ресурсов. Фаббит откуда не смог улететь. Ну, с другой стороны, это же не вина. ССС, да, это он так хотел. Ну, да, наверное, правильно. Хорошее замечание. Я уже тоже плыву, на самом деле. Потому что в 14-ю игру смотрю подряд, если так. Ну, ладно. На самом деле, да. На самом деле, редко Энигмы отменяют блэков в таких ситуациях. Потому что лучше позонить, лучше кто-то туда пусть наступит, чем вот так вот. Ладно, следующий хайлайт. 16-10. Там, тем временем, с Леоном разобрались. Ну, это какая-то фейловая атака была сейчас. Собирают Марса. Айс-Айс-Айсу удастся Эммы забрать. Но после этого он погибнет. Да, еще и Феникса забрали. Плохая атака от Айджи. Опять они возвращают ЕГ у нас. В игру, скажем так. Лайфстиллер все еще опережает Спектру. И, в принципе, на уровне держится. Но с Блэдмейлом Спектр уже поинтереснее. Фармит с Яшей. Уже скорость фарма у нее побольше. Повыше. Опять какая-то непонятная атака от Айджи. Они жмут Хаунд. Они гонятся с Лайфстиллером, который садится во Флая. Флай под Сифонами, под Лайфстиллером. Забрать его вообще нереально. При этом еще сейчас будет палец Вабита, который тоже выживает. Впрочем, все ресурсы абсолютно тратят у нас Айджи. И в итоге отдают двух героев. Абсолютно закономерно. И Абит еще, кстати говоря, после этого он видит Марса, который решает что-то пофармить вражеский лес. И просаливает его. Неплохой отрезок от ЕГ. Прям отличный. И они тут же идут и заходят на Рошана. И забирают Рошана. И какая здесь не может им помешать. И ником получает БКБ. Это прям действительно очень мощный отрезок. И они себя приблизили к победе. Скажем так. Плюс еще сейчас заберут Вод Спирита. Спойлер. Очень далеко ушел. Сложно было спастись. И Шторму хватило мана, чтобы подсветить. Забирают Вод Спирит. И опять неудача. Рошана отдали. Еще фраг. И опять IG куда-то идут. Несмотря на наличие Аегиса. Они идут, идут, идут. Заходят в спину. Их видно на Варде. Нужно бы поаккуратнее сейчас играть. Закатываются. Забирают Феникса. Но. Параллельно с этим. Айс, айс, айс. О, прошу прощения. Флай подставляется. Но это размин пятерку на пятерку. Пока что нормально. И вслед за этим еще удается забрать Марса. Который тратит арену. Практически удается забрать Леона. Леон выживает буквально на 15 хитпоинтах. И Кобальт его чуть не добивает. Уходит Леон. Но опять же. ЕГЭ еще сильнее увеличивает свое преимущество. И прям такой хороший сноубол пошел. И Артизи покупает дезолятор. Начинают падать вышки. Заканчивается через 30 секунд Аегис. Пытались найти здесь. Никого не нашли. Хорошо. ЕГЭ гоняют по карте Айджи. Заставляют их постоянно перемещаться. Айджи из-за этого все меньше фармят. Уже 5000. И вот все это идет, идет. К моменту, к следующему, да. Когда у нас забирают Марса в очередной раз. Он, по-моему, из БКБ уже. Нет, он еще без БКБ. Но его бы из БКБ забрали. И вот здесь вот момент. Казалось бы, да. Шторм видит Леона. Но не успевает среагировать. Я даже не знаю. Давайте посмотрим из глаз игрока в этот момент. Потому что что произошло с Аббедом. Почему он... Так. Вот тут он убивает. Да. А, он, видите, он смотрел на... Он смотрел на Войт Спирита. И из-за этого он не увидел Леона. Увидел его поздно. И казалось бы, что может сделать Леон. Но ультимейт Спектры. Феникс, который рядом. Войт Спирит успевает и наносит последний удар. Не могу назвать... Не сказать, что это прям супер ошибка от Аббеда. Но все-таки это ошибка от него. Он не увидел Леона. Он мог дать сайленс Леону. Моментально его убить. И все. А в итоге он погиб. И вместе с ним еще и потом Дескрофит погибает. А как бы в лейт против Спектра заходить не очень-то хочется. Месть Леону. Вот так вот должно с ним было произойти в прошлый раз. Но видите как? Если Шторм убивает Леона. Ну типа убил, да, неприятно Леону. Ну убил еще раз. Ну убил третий раз. Но если Леон хотя бы один раз подловил Шторма. То это уже такой колоссальный плюс. Хотя ЕГ продолжают отрываться при этом. Отрываются, отрываются. У Энигмы уже Блинк БКБ. Все здорово. Ну собственно о том, что именно... Вот мы говорим о том, что вот Артизи никак не может выиграть Мейджор. Да, и там и у Флая ведь были. У Артизи нет. Но заметьте, и в первой, и в третьей карте ключевые моменты это именно Артизи. Это будет ключевой момент. Это решающий момент в этой карте Артизи. И вроде бы и не ошибка, если так вот на уровне 3к паблика рассуждать. Ну вроде и не ошибка. А с другой стороны, врагов на карте нет. Вверх пропушен. В лесу врагов нет. Может быть они в твоем лесу. Но стоила ли это пачка крипов того, чтобы к ней вот так подходить? Можно говорить о том, что это не ошибка, и что просто его подловили, и это отличная игра от АйДжи. Да, АйДжи здорово вышли в смоках. У них стоял крутой вард, действительно. Но так или иначе, происходит вот что. Опять кака. Великолепный и ужасный кака. Айс-айс-айс. Нужно заметить, он успевает нажать БКБ и блинкануться до того, как ему собьет блинк иллюзия спектры. И стремится подсейвить Артизи. Но каким-то образом в Блэк Холле оказывается опять только Супернова. Мне кажется, он в этот момент просто офигел. Артизи погибает. Ну, на самом деле, если бы он засосал воид спирита, который вот здесь был, ничего бы не изменилось. Потому что все равно Артизи убил Марс, который вообще с блинка там напрыгивал. Ну, просто, просто почувствую всю больность Айс-айса, который опять сосет яйцо. Да, и спектра приходит, и это минус два. И вот здесь уже прям случается колоссальная просадка Evil Geniuses по фарму, по инициативе. Потому что они отдают не просто двух героев, они здесь должны были еще баньшо отдавать. Ну, Марс сыграл не лучшим образом. Они еще и отдают Блэк Холл. То есть теперь к Бланшу оппонента. Это хорошо еще, опять же, Рошана пока нет. Но вот Марс доносит себе БКБшку. Ну, Айс-айс-айс пытался спасти Артизи. Ну, видимо, Артизи нужно было отдать. Не знаю, в той ситуации что делать. Артизи, конечно, подставился. Да, он тут же понимает, что здесь варды сбивают. Но уже отыграно большое преимущество. И опять идет атака. Вот она, эта атака. Где вроде бы все неплохо. Но у Леона уже появился форстаф. Кстати, отличный выбор от Леона форстаф по итогу. Он себя зафорстафливает. Артизи бежит в рейдже. В прямом переносном смысле этого слова. Атакуют Леона. Не дают ему ничего раскастовать. В итоге Леона они забирают. Но после этого получают арену на голову. Здесь очень важный момент, который мог бы порешать. Очень неважный момент получается. Потому что он в итоге не порешал. Не знаю, план был или нет. Но понимая, что Артизи сейчас в вафле, Крид прыгает для того, чтобы подсейвить его. И спрятать его в сноубол. Он получил баш от Спектра. Потому что у Спектра уже башер. Но так получается, что Артизи получил баш. А Крид получает копье. Которое пролетает через него. Через Артизи. И в итоге вбивает в стену. Артизи при этом ловит Сайленс. Да и в принципе у него на кулдауне рейдж. Хотя он мог бы использовать инфест. Однако он погибает. Сайленс он получает от Войт Спирита с Аганиль. Крид, прибитый к стенке. Там пытается выжить. Куда-то укатывается. Его сейчас тут будут добивать. Но его добьют. Как добьют, в общем-то, и флай. В итоге минус 3 в разменный Леон. Опять получается, как А засолил. Продолжается погоня за Энигмой. Но Энигму здесь уже не поймают. И эта ошибка является критической. Казалось бы, да, не так страшно. Но на самом деле эта ошибка очень страшная. Потому что нельзя было так дайвить. И ЕГЭ не совершали таких ошибок ранее. Дело в том, что в этот момент появляется Рошан. И они знали, что он появится. То есть им нельзя было идти настолько далеко. Им нужно было сыграть максимально осторожно и ответственно. Им нужно было подождать Блэк Холл в конце концов. И контролировать Рошана. Но они пошли вперед. В итоге это оборачивается не только, не просто потерей. Ну вот это, наверное, ошибка даже важнее, чем предыдущая. То есть Артизе там, да, его подловили. Но вот это командное решение. Пойти вперед. Проигрывает команда. И команда проиграла вся вместе. Они пошли вперед. Они отдались. Они отдали Рошана. Не будь здесь Рошана, было бы еще... Ну так, ладно. Но минус Рошан. Сыр на Войт Спирити. А ЕГИС на Спектре. Спектр прям сразу сильно еще вырывается вперед. Еще сильнее от Лайфстилера отрывается. У нее скоро будет Эбисол. Ну и дальше уже ЕГИ немножко начинают плыть. Вернее, они и до этого плывут, судя по этой атаке. Ну и КК продолжит свою просолку. Потому что идет атака на топ. Тут аккуратненько спушивается вышка. После чего КК просто делает какой-то абсолютно ненормальный мув, который вот в любом 3К, не знаю, паблике. Это приведет к руине. Это приведет к поражению. И на высоком уровне игры. Но каким-то образом в финале мажора этот мув оказывается крутым. Ну потому что, когда ты давишь на своего соперника, ты заставляешь его ошибаться. Пусть даже твой мув не на 100% верный. Но если ты выскочил из-за угла и напугал, если ты даже там, ну вот маленький, не знаю, хомячок, но ты выскакиваешь из-за угла, то ты можешь напугать даже слона. Так, собственно, здесь и произошло. Вот они сидят, потихоньку ломают. У них стоит агрессивный вард. Ждут, когда соперник стянется. Стягивают его на базу. И дальше происходит вот что. КК просто берет. Опять он делает ту же самую хрень. Он просто прыгает. Он дает весь рассказ. Причем он дает рассказ в ДП. Иными словами, если сейчас он убьет ДП, а он не убьет ДП с рассказа, ничего не будет. Вообще ничего страшного не будет. Если он не убьет ДП, ну, окей, не убьет ДП. Но получается так, что на этого несчастного маленького Леона прыгают вообще все. Ему дают сноубол, ему дают валрус панч, ему дают инфест бомбу, и в него выдается блэкхол, и в него же летит шторм. То есть КК сыграл как акс. Он затриггерил команду соперника дать в него вообще все сплы. Эмма от страха, посмотрите, где оказался. Он увидел, что все летит в КК, но каким-то образом, вот еще раз, каким-то образом все прилетело не в мидера команды IG, а в саппорта четверку. Надо помедленнее, наверное. Хотя они практически одновременно напали. Ладно, Эмма чуть позже. Ну все, он понимает, что пахнет жареным. Леона тут же забирают. Самое забавное, что ДП нет. Но это приводит к тому, что у ЕГЭ вообще не остается ничего. Добирает Эмма аккуратно в итоге Флая. Ставится защитная Супернова. Спектр на Хаунте присоединяется к драке. И вот они. Заканчивается рейдж и БКБшка. Артизи сразу получает Сайленс. А если Сайленс ничего не может сделать. И выигрывается вот такая вот просто сумасшедшая драка. Но это реально же уму непостижимо. Они предстоящие тер-2 в миде. При том, что Леон сделал какую-то абсолютную хрень, смогли выиграть драку. А все потому, что Леон начал первый. И вынудил соперник... Ну не дал времени подумать. Вынудил все кастануть в себя. Да, это реально next level play. Не сработает ни в одной, возможно, другой игре. И проиграет 10 тысяч игр. Но в этой игре приводит к тому, что вот уже 8 тысяч. Потому что на кураже. Потому что адреналин. Потому что сидишь там в зале, хоть и без трибун. Орешь, ставишь знаки вопроса и... И вот и все. А соперник офигевает. А гоним на шторме, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Не помню, какая будет. А, следующая атака. ЕГЭ решают выйти. И в принципе неплохо выходит в смоках. У них есть инфест-бомба. Идет нападение на Марса. При этом еще Шторм залетает. И подтягивает двоих. Минус Марс. Леона тоже могут попробовать забрать. И самое главное, могут попробовать забрать Супернова. Но Спектра видит это. Очень вовремя переходит на Хаунд. Использует Эбисов. И Супернова взрывается в последний момент. Тем самым спасая Феникса. Спасая, кстати говоря, Леона. Который каким-то образом здесь... Леон, кстати, выжил за счет того, что все переключились бить Супернову. Это очень забавно. Так же. Он нажал свое колечко. Ну да, да, да. Все верно. Все пошли бить Супернову. В итоге Кокат тоже выживает. У него Фингер есть. Забирают Лайфстиллера уже. Крита подхексили. Забрали Абеда. Крит пытается разменяться. Ничего не получается. Тут уже слишком много ресурсов потрачено. Слишком приятно играть со Спектрой вот на таком уровне. Хотя на самом деле, мне кажется, ЕГ могли еще играть. Но видно, что IG просто переломили морально от этого матча. Что вроде бы и шансы есть. И в другой игре ЭНИГМА может залететь, дать шикарный Блэкхолл. Но залетает почему-то один в пятерых Леон. И он уже все делает. Ну и последнее у нас. Либо одна из последних драк. И очередной шикарный Блэкхолл от Айс Айс Айса. Взрывают Феникса. После чего Айс 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 прыгает. Дает Блэкхолл в одну Спектру. Но Марса подсасывает за счет того, что есть Аганим Шард. Правда, Спектру никто бить толком не может. Плюс ко всему Леон, который оказывается здесь тоже рядом с Блэкхоллом. Его тоже сосет внутрь. Но у него Айн Диск. То есть здесь уже просто перефарм. Лайфстиллер получает копье в очередной раз. Кстати, GT очень круто сыграл. Потому что вроде бы вот Лайфстиллер должен развернуться и бить Спектру. Или там Марса. Но Марс за долю секунды до того, как его всасывает в Блэкхолл, успевает дать копье. Приквоздить коренья. Минус Артизия. Крит пытается с Фениксом разобраться. Пытается улететь. Но от Кака не улетишь. Кака в этой игре просто феноменально играет. И забирают пятерых, потеряв только одного Феникса и его байбэк. Фортификейшн, естественно, игра до конца. Байбэк от Таска, байбэк от Энигмы. Ну, потому что мажор. Потому что проигрывать не хочется. Но 21 тысяча. Забирают все. Рефрешер... Нет, сыр здесь. Рефрешер на Войт Спирита. Далее. Вот так вот, интересно. Ну, давайте посмотрим последнюю драку уже в нормальной скорости. Опять, опять все начинается с того, что залетает Леон. Вот он прыгает. Дает свой рассказ. И пошло-поехало. Супернова. Спектра ультует. Все прыгает, все бегает. Но просто математически уже у IG гораздо больше полезных артефактов. И GG пишут EG. Таким образом, IG выиграли гранд-финал Уивил Джинниуса, сделав легендарный вообще. На самом деле, очень-очень-очень редкий камбэк со счета 2-0. Такое действительно бывает не так часто. Посмотрите, как их ласт пики менялись. От героев, которые играли там 0-9, 1-7 до 14-0 спектра. Что я хотел бы сказать в завершении этой серии, в завершении вот такого шикарного противостояния. IG встретились с EG и поняли, что они слабее. У них было пару дней, чтобы подготовиться. Они подготовились, но так уж получилось, что их подготовка не сработала. И вместо того, чтобы повторять одни и те же ошибки раз за разом, они пытались придумать что-то новое. В итоге они придумали Свена. В следующей игре им отдали тролля, а потом они нашли Спектру. И они в итоге смогли таким образом и по драфтам EG загнать в тупик. И самое главное по игре. Просто вот вспомните или откройте сейчас в записи первую самую карту. Да, или первую карту гранд-финала, или вообще первую карту Венеров. И посмотрите, как там IG, как робкие крольчата играют. И откройте последнюю, концовку последней. Где они просто кака врываются один в пятерых на фонтан. И это провоцирует очень большие, очень серьезные ошибки Evil Geniuses. Вот так вот и становятся чемпионами мейджора. Никто не выигрывает мейджор на стадии группового этапа или в лигах, или даже в сетке Венеров. Победа, она идет с прогрессом по турниру. Ты должен прогрессировать. И даже если всего твоего прогресса не хватило до гранд-финала, если у тебя осталась одна карта, в ней ты все равно можешь попытаться сделать что-то новое, спрогрессировать и показать результат. Даже если тебя бьют ногами, это не повод сдаваться. Потому что, возможно, в этот момент твой Свен фармит всю карту. И потом вы поймаете соперника на ошибке один раз, вздохнете полной грудью и победите. Шикарный на самом деле гранд-финал, шикарная серия и шикарный мажор получился. Спасибо всем, кто смотрел этот обзор на ютубе. Он получился нереально длинный. Не знаю, сколько просмотров соберет. Но, как всегда, если вам нравится, не забывайте подписаться на канал, поставить палец вверх. Можно отписать комментарий какой-нибудь, для того, чтобы я понимал, что это вам интересно и важно. Если это будет интересно и важно, сделаю еще один до 9-го числа, до следующего патча. У нас еще есть время, как минимум на один, а может быть даже на два додоскопа. Потому что с выходом нового патча, я думаю, додоскопы будут только по новому патчу. Старый патч будет уже никому не интересен. Спасибо всем, кто смотрел. И до скорых встреч.